Георгий Иванович Новиков запомнился и в своей дружной семье, и среди тех, кто с ним общался хотя бы единожды, как жизнерадостный и добрый человек. Он любил исполнять песни не только дома, но и на концертах. Имя летчика-истребителя теперь увековечено и на фасаде дома, где он прожил последние 11 лет. На торжественном открытии мемориальной доски побывали мои коллеги. День Победы начался у жителей Краскова возле дома 20-1 по улице 2-я Заводская. Именно здесь жил председатель Совета ветеранов поселка Георгий Иванович Новиков. Этот пост он занимал 16 лет, служил своему делу верой и правдой. Дед никогда не рассказывал об этих ужасах военных, но при этом он всегда проводил работу как с нами, так и в школе, именно воспитывая патриотический дух. Мы выросли на том, что Родину надо любить, что надо быть благодарным своим корням, для того, чтобы дать старт будущим поколениям. Георгия Ивановича хорошо знает не только его семья. Имя летчика-истребителя первого класса, почетного ветерана Подмосковья, всегда было и остается на слуху. Все, кто так или иначе общался с Георгием Ивановичем, он получал удовольствие от общения и веру в хорошее, доброе. Я никогда не видел Георгия Ивановича, чтобы он был где-то в унынии. У него всегда на любые вопросы были ответы, на любые проблемы были решения. Георгия Ивановича мы все помним, все любили, все отмечали его позитивный настрой, настрой на жизнь. В авиации существует такое негласное поверье. Летчики не умирают. Они улетают на небо и оттуда наблюдают за нами. Теперь он будет наблюдать не только с небес, но и с памятной таблички, установленной на фасаде дома. Право открытие предоставили главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому и сыну героя фронтовика Владимиру Новикову. Я хочу поблагодарить администрацию района города, Совет ветеранов за ту память, которую они хранят и будут хранить о моем отце. Во время возложения цветов к памятной доске прозвучала одна из любимых песен Георгия Новикова. Знакомые и близкие ветерана вновь услышали золотой голос Краскова. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Луиза Игазарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.